На часах станции Брест-Центральный 11.32 до заветного времени Х чуть больше 20 минут. Считанное мгновение и к перрону прибывает поезд, в котором едут первые официальные гости туристско-рекреационной зоны Брест. Такого внимания к своим персонам Славомир, Марта и Антоний Юфимук, конечно же, не ожидали. Однако они искренне улыбались, радость долгожданному визиту в областной центр. Последний раз супруги посещали Брест около 10 лет назад и уже тогда были приятно поражены красотой города. Как только Славомир и Марта узнали о действии нового режима, незамедлительно связались с туроператорами и организовали себе каникулы по-белорусски. Теперь можно посмотреть на Брест. Мы знаем, что и раньше, и теперь город красивый. А раньше вы бывали в городе? Так как мы видим, но последний раз я 10 лет назад был. Так, так, не было зачем проехать. А как бы так туристично, то очень тяжело было провезать. Потому что виза была, и с той визой, то так не всегда можно. Только в городе Бресте разработано около 18 маршрутов. У нас достаточно много объектов, которые мы можем посещать в городе. Кроме этого, мы делаем ставку на нашего основного туристического оператора города Бреста, который имеет лицензию. Это Брест-турист, гостиница «Интурист», где имеется вся необходимая инфраструктура. Создано специально туристическое бюро. Имеется соответствующий транспорт. Специалисты со знанием польского, немецкого, молдавского, румынского, английского языков. В целях повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры на территории Бреста и Брестского, Пружанского, Каменецкого и Жабенковского районов устанавливается туристко-рекреационная зона Брест, что позволяет гражданам 77 стран посещать ее без визы сроком на 10 суток. Для этого не позднее, чем за 48 часов до планируемой поездки, турист выбирает определенного перечнем туроператора и бронирует поездку. Далее уже с белорусской стороной определяется перечень необходимых документов и вариант маршрута. Семья Юфимук в первый день запланировала для себя гастрономические развлечения, посещение ведущих туристических объектов и шоппинг. Изучая опыт Гродно, без визы, у нас там есть свой филиал. И мы подробно посмотрели, что интересно туристам, очень интересны наши белорусские товары. Если, как вы знаете, наши белорусы везут в Польшу, то сейчас пошла обратная тенденция в Гродно. Очень много покупает наших товаров, белорусских именно. На данный момент 27 туристических операторов региона имеют лицензию на работу в рамках безвизового режима. Сегодня в Бресте и регионе созданы все условия для того, чтобы организовать для гостей отдых с надлежащим комфортом. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг для города Бреста составил 3 миллиона 540 тысяч долларов. Безусловно, эта сумма внушительная и такой город, как Брест, для него это колоссальное вложение в экономику города. Конечно же, с подписанием главой государства этого указа мы рассчитываем на значительный рывок в этих цифрах, которые, возможно, удвоятся, возможно, и утроятся. Сегодня в городе Бресте расположено 20 гостиниц, которые способны принимать до 2000 туристов. Кроме того, на территории рекреационной зоны достаточно много агроусадеб, частных агентств. Поэтому здесь мы проблем с заполнением гостиниц не видим абсолютно. Мы готовы принять туриста в любом количестве. Лариса Смолович, Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буктова.